Здравствуйте! В эфире Регион 38, безопасное движение, проект телекомпании Аист и Главного управления ВД России по Иркутской области. Автомобиль неподвижен, а значит он не несет никакой опасности и не может стать причиной ДТП. Это далеко не так. Бывают ситуации, когда виновниками дорожно-транспортного происшествия становятся водители, неправильно припарковавшие свое транспортное средство. Тема сегодняшней программы – правила остановки и стоянки транспортных средств. И в этом выпуске вы увидите. Дорожная сводка. Статистика дорожно-транспортных происшествий за минувшую неделю. Обсудим тему аварийности из-за неправильной парковки. Как и где правильно ставить свое транспортное средство? Где остановка и стоянка категорически запрещены? И что делать, если ваше транспортное средство забрал эвакуатор за неправильную остановку или стоянку? С 24 по 30 июля на территории Иркутской области зарегистрировано 49 дорожно-транспортных происшествий. 9 человек погибли. 53 получили травмы различной степени тяжести. С участием водителей, находившихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, произошло 7 ДТП. С водителями без прав – 9. Сотрудники госавтоинспекции при участии администрации города Иркутска и представители российского сервиса кикшеринга провели обучение ПДД и этичного вождения электросамокатов. В ходе мероприятия присутствующие прошли тестирование на знание правил дорожного движения при использовании СИМ и проехались на самокате по специально обустроенной территории с имитацией условий городского движения под присмотром инструктора. В Аларском районе Тойота Чайзер, выехав на полосу встречного движения, столкнулся с Истаной. В результате происшествия 5 человек получили травмы различной степени тяжести. В Черемховском районе водитель Volkswagen Polo допустил наезд на внезапно выбежавшего на проезжую часть 7-летнего мальчика, после чего ребенок попал под колеса автомобиля, двигающегося в попутном направлении. В результате происшествия мальчик скончался на месте. Установлено, что школьник выбежал на проезжую часть из-за стоящей на обочине машины. Многие водители путают знаки остановка и стоянка. Эта распространенная ошибка увеличивает риск аварий. Неверно припаркованный автомобиль несет такую же опасность, как и движущийся. Как и где правильно ставить свое транспортное средство? Где остановка и стоянка категорически запрещены? И что делать, если ваше транспортное средство забрал эвакуатор за неправильную остановку или стоянку? Об этом мы поговорим с инспектором отделения пропаганды безопасности дорожного движения, управлением госавтоинспекцией по Иркутской области, лейтенантом полиции Виктором Комаровым. Виктор Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Какие последствия могут произойти из-за неправильной остановки или парковки или стоянки? Для водителей, которые двигаются по проезжей части, автомобиль, который совершил остановку или стоянку в зоне действия запрещающих знаков, создает, соответственно, помехи, которые в дальнейшем образуют заторы. Нередко случаи, что из-за таких последствий образуются дорожно-транспортные происшествия. Также бывают ситуации, когда транспортное средство оставляют на пешеходном переходе, либо перед пешеходным переходом, что, соответственно, затрудняет переход по пешеходному переходу для пешеходов. Также и для водителей будет непредсказуемый выход пешеходов таких, потому что обзор и видимость ограничены. Также нередки случаи, когда у нас водители оставляют транспортные средства на остановках общественного транспорта, соответственно, подъезжающий общественный транспорт не может высадить и посадить своих пассажиров. А чем отличаются понятия остановка и стоянка, и какими знаками они регулируются? Согласно правилам дорожного движения, остановка – это преднамеренное прекращение движения транспортного средства. На срок до пяти минут бывает больше для посадки-высадки пассажиров, либо же для погрузки-разгрузки чего-либо. А что касается стоянки, это также преднамеренное прекращение движения транспортного средства более пяти минут, не связанное с посадкой-высадкой пассажиров и также погрузкой-разгрузкой транспортных средств. А как и где правильно ставить свое транспортное средство в городской среде? В городе прежде всего нужно руководствоваться требованиями дорожных знаков, и там, где это разрешено, ставить свои транспортные средства. Также следует помнить, что нельзя ставить транспортные средства на пешеходных переходах, на остановках общественного транспорта. А что касается трассы и населенных пунктов? На трассе рекомендуется оставлять свое транспортное средство в местах, специально оборудованных для этого, либо на таких обочинах, где имеется и хорошая обочина, то есть большое пространство для транспортного средства. И также будет хорошая видимость, нету каких-то резких поворотов. И также нужно учитывать погодные условия, чтобы не было тумана, вас было видно, чтобы это было безопасно для вашей жизни и здоровья. А что делать, если водителю по техническим причинам необходимо совершить остановку, но нету никаких специальных мест для этого? Что делать? В таком случае водителю необходимо включить аварийную сигнализацию на своем транспортном средстве. Также необходимо заблаговременно обозначить транспортное средство знаком аварийной остановки. Если мы говорим про населенный пункт, то это должно быть не менее 15 метров до транспортного средства. Если за городом, то не менее 30 метров до транспортного средства. Тем самым мы предупредим водителей о том, что впереди находится машина, либо транспортное средство с какой-то неисправностью. Соответственно, они снизят скорость и заблаговременно смогут среагировать в данной ситуации. Также у нас нередки случаи, когда водители могут производить какой-то ремонт в дороге в результате поломки. И если это произошло вне населенного пункта и водитель вышел на проезжую часть, то ему в обязательном порядке нужно одеть световозвращающий жилет, который предоставит возможность увидеть его заблаговременно и тем самым обезопасить. И водители не смогут совершить наезд. Оставили автомобиль в неположенном для стоянки или парковки месте, а выйдя на улицу, не обнаружили его? Нарушая требования знаков «Остановка и стоянка запрещена», вы рискуете потерять много времени на поиск своего эвакуированного автомобиля и получить штраф. Если машина все же не оказалась на месте, узнать, куда ее эвакуировали, можно, позвонив в отдельный батальон ДПС города Иркутска по номеру телефона 21 75 24, сообщить госномер и марку автомобиля. Далее диспетчер расскажет, на какой штрафстоянке находится ваше авто. После этого необходимо проследовать по адресу улица Карла Маркса, 39. На третьем этаже здания сотрудники госавтоинспекции выдают разрешение на возврат транспортного средства со штрафстоянки. При себе необходимо иметь документы на транспортное средство, полис ОСАГО и водительское удостоверение. После проверки документов сотрудники госавтоинспекции выпишут разрешение на возврат вашего авто и штраф в соответствии с нарушением правил парковки. После этого вы сможете забрать машину со штрафстоянки. А чтобы не тратить столько времени и денег, необходимо знать и соблюдать правила парковки. Виктор Сергеевич, а где остановка и стоянка категорически запрещены? Остановка и стоянка категорически запрещены на трамвайных путях, эстакадах, путепроводах, железнодорожных переездах, также на пешеходных переходах, на остановках общественного транспорта и в 15 метрах до них. Также следует помнить, что нельзя ни в коем случае оставлять детей до 7 лет в транспортном средстве. А какие штрафы грозят за неправильную парковку? В соответствии с нарушением предусмотрены определенные штрафы. Например, за парковку транспортного средства в зоне действия знака, где запрещена остановка либо стоянка, предусмотрен штраф в размере 1500 рублей. Если стоянка производится в месте для инвалида и у водителя нету такого преимущества для стоянки в этом месте, то штраф предусмотрен в размере 5000. Также нередки случаи остановки на пешеходных переходах стоянки. Там штраф предусмотрен в размере 1000 рублей. А куда обращаться к гражданам, если они увидели припаркованный автомобиль в неположенном месте, если он еще несет какую-то опасность? Часто я сама замечаю, как машины стоят просто на тротуарах посередине. Прежде всего, в таких случаях необходимо звонить по номеру 112 и сообщать место, где это находится, также сообщать марку, им модель, машины, госномер. Какую работу проводит госавтоинспекция по Иркутской области для выявления неправильно припаркованных авто и их водителей? Сотрудники госавтоинспекции ежедневно проводят работу по неправильной парковке транспортного средства, то есть патрулируют части города, где в соответствии с определенными дорожными знаками запрещена стоянка либо остановка, они привлекают водителей, и также предусмотрена эвакуация транспортного средства. Также, помимо этого, по городу ездит транспортное средство, на котором установлена фиксация правонарушений, то есть там определенные камеры, они в соответствии с дорожными знаками и разметкой фиксируют транспортное средство, которое нарушают, и, соответственно, данным водителям приходит штраф. Вы смотрели «Регион 38. Безопасное движение» проект телекомпании «Аист» и Главного управления ВД России по Иркутской области. Мы расскажем, что происходит на дорогах региона. Смотрите нас каждую неделю и отправляйте свои темы для обсуждений в комментариях под этой программой в наших социальных сетях.